Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентра Сангейс начинает свою программу. Пятница, 2 декабря и в Чикаго 9 часов, точнее 8 часов 40 минут. В Москве в этот час 17.40. И как всегда по пятницам в это время мы беседуем с ясновидящей, с парапсихологом, с экстрасенсом Еленой Порецкой. Лена, здравствуй! Привет, Майкл! Привет, Чикаго! Ну, о чем мы сегодня поговорим? Вот у меня была вчера программа с астрологом, и мы беседовали там на разные темы, и в том числе я рассказывал о том, что есть у меня довольно большой материал про такого известного во всем мире человека, которого называют Мишель Нострадамус. Вот Мишель Нострадамус. Интересный такой факт, всем известный в мире, но когда он предсказывал какие-то глобальные события? Что касается каких-то личных, персональных вопросов, которым к нему обращались очень многие люди, он 70% по статистике fail, то есть он не угадывал, будем так говорить. То есть все его предсказания практически, ну, еще раз, 7-75% были неправильные. Но что касается вот таких вот глобальных вопросов, каких-то очень серьезных вещей, он действительно был, ну, и есть пророк. Более того, он зашифровал то, что называется Катрены. Ну, и вот мы об этом поговорим, я хотел бы сделать отдельную передачу по этому поводу, потому что у меня самого есть большой материал. Ну, скажи мне такую вещь, вот как сочетаются, так сказать, вот эти какие-то вещи, они же не имеют значения, то, что персональный какой-то аспект или какой-то аспект глобальный, или все-таки есть в этом причина какая-то, с твоей точки зрения? Ну, вообще-то есть причина, бывает, люди могут предсказывать на большие пространства, допустим, а лично там вот они не могут делать какие-то предсказания. Вообще, сфера предсказания, она как бы многим дана, но не каждый грамотно пользуется этим, даже в обывательских кругах. Если взять Ностердамуса, я, по сути, начинала с его Катренов, как ты говоришь, переведенных в 90-е годы на русский и выкинутым на черный рынок книжный, да, по тем временам. И скажу сразу, что там идет момент транса, то есть он все эти предсказания писал в определенном трансовом состоянии. Сам ли он туда входил, либо с помощью каких-то методик или лекарств, как бы, да. Я думаю, что, скорее всего, что-то употреблял, чтобы входить в транс, как, в принципе, Кастанеды говорят. Но в любом случае он входил в транс, отделяясь от самого себя предметного, и за счет этого у него получалось видеть большее пространство. Когда же он работал с людьми, как экстрасенсы работают, парапсихологи, то там уже существовало предметное окружение, которое его очень отвлекало. То есть не каждый человек может, специалист, входить в транс мгновенно. То есть на это тоже нужно состояние, потому что очень много всяких событий окружает обычно любого человека. И даже суперэкстрасенсы, они не всегда могут войти мгновенно в состояние транса и сказать что-то, особенно если, допустим, это на съемках или где-то. То есть это очень такие сугубо интимные вещи, вот эти входы в транс. И не всегда даже хорошо на любом случае. Вот, поэтому я думаю, что просто у него была такая особенность, и именно в этом он видел свое предназначение в большей степени. Но у него какие-то личные предсказания тоже сбылись, если взять Генриха, короля Марго, этой жены, жена его королевы Марго, по-моему. Генрих IV? Да, если взять, что он предсказал ему смерти, по сути, тоже личностное предсказание. Мы говорим сейчас про... А, ну, да. С этого началась его, так сказать, популярность, поскольку ты имеешь в виду, когда был турнир, и когда он ему сказал о том, что он в каком-то туре последний будет сражаться, и копье сломается, щепка отлечит, попадет в забрало... Да, да, да. Да, левого глаза, и это было совершенно невероятно, как это он мог такие вещи сказать. А как, ну, кроме как пророчества, кроме как видения, заглядывание в будущее, это нельзя объяснить, нельзя предсказать. Можно предсказать, посмотреть там момент смерти, но как это произойдет, как это можно? Я думаю, я думаю, просто я брала какие-то наработки с его предсказаний, да, когда начинала свою позицию в этой области. Я думаю, что он просто таким образом выдавал тот материал, который у него шел как информация о том или ином человеке, либо о том или ином событии. И почему он их зашифровал, по сути, потому что, ну, грубо говоря, его могли за это и сжечь в то время, да, вот, и в какой-то степени зашифрованное предсказание, оно подсказывает, но, опять же, оно спасает его же самого. Поэтому, опять же, если взять его сознание, он был рожден в такое время, когда Средневековье было в ужасном состоянии, и там изжигали ведьмы, и что только там не делали, и болезни всякие бродили. Он родился в этой среде, он предсказывал именно исходя из того, в чем он находился. То есть, исходя из той среды, да, события, как бы, по сути, ну, должны были ухудшаться у всех людей в будущем, да. И, по сути, он, входя в транс, он видел отголосок среднего века, средних веков на будущих процессах жизнедеятельности людей. То есть, как бы он из настоящего, не снимая никакого негатива, просто раскладывал дорогу вперед всему человечеству. Ну, какие-то, опять же, его предсказания, даже фатальные, в принципе, сегодня тоже можно изменить. Ну, это то, что мы, так сказать, предполагаем на самом деле изменить. Не знаю, можно ли, но я сейчас не буду о Нострадамсе рассказывать, тем более, что у нас и времени нет, и у нас не та, скажем, тематика. Но вот я к чему это спрашиваю? Вот, скажем, существуют какие-то, действительно, грядут глобальные какие-то перемены. Буквально вчера я слушал прогноз астролога, очень известная женщина-астролога, она рассказывала, какие у нас грядут, в общем-то, изменения. Ну, неважно, по какие причины уже, там, почему это происходит, там, Дональд Трамп стал президентом или что-то еще, ну, вот какие грядут изменения. Ну, ты парапсихолог, ты экстрасенс, ясновидящая. Скажи, пожалуйста, вот сейчас прямо так тестировать в эфире, видишь ли ты какие-то события, не будем заглядывать в далекое будущее в этом году, до конца года. Ну, вот, все-таки будет потрясение у вас, то, что Трампа пытаться будут сковырнуть с того места, на котором забрался. Хотя, кстати, если бы госпожа Хиллари стала президентом, Трамп бы не стал собирать публику около ее здания и бить стекла, да, будем так говорить. То есть она не... Ну, это сейчас... Этику мы сейчас не обсуждаем, у меня же такой вот вопрос, а то, что пытается сковырнуть, это анализ. Да, это сейчас мы анализируем. Это не анализ, это мое ощущение. Опять же, ты спросила об ощущениях. Я тебе говорю, что по моим ощущениям будет сейчас попытка сковырнуть его. Ну, я не хочу говорить грубее, что его могут попытаться даже убрать. То есть опасная ситуация для Трампа, по сути, до вхождения в должность официально. Потом все-таки у него будет больше каких-то полномочий для решения каких-то вопросов. Но, опять же, я не думаю, что ему надо будет расслабляться. У вас все равно в Америке достаточно пограничная реальность. Ну, как бы... Ну, вот сейчас... Начиная с сегодняшнего... Видишь ли ты то, что может какие-то террористические акты происходить до конца года, повторяю, всего лишь? То есть в этом месяце? Могут происходить, но я все-таки думаю, что, как бы, да, конечно, может быть, астролог там предсказала конкретные моменты. Но я скажу чуть позже. Я спрашиваю твои ощущения. По моим ощущениям, какие-то могут произойти теракты, но какие-то их предотвратят. То есть какие-то вещи будут достаточно известны, их предотвратят. Вполне возможно, по моим ощущениям, то, что у вас в Америке могут начать под выборы именно Трампа, чтобы, ну, как это сказать, скомпрометировать его, вот я бы так сказала, подвести почву и сделать парочку, каких-то тройку терактов. Потом все-таки больше проблем будет у Европы, конечно, там вот более напряженная атмосфера с мигрантами, да, там вот как раз будет решаться вопрос, кстати, с точки зрения вот этой мигрантской политики, чтобы Европа чувствовала себя безопасно. То есть будут все-таки решать вопрос по убиранию такого количества мигрантов или какое-то ужесточение будет за, вот. Ну, то есть Европа будет сейчас решать вопрос своей безопасности, иначе там все эти теракты будут повторяться с какой-то регулярностью. Причем там сложнее будет им отследить вот этих вот террористов, да. Ну, вот как-то так, я вижу. Насчет вашего Йолл-Стоун-Вулкана, все-таки я придерживаюсь мнения, что еще не совсем время для того, чтобы он показал свою силу, и возможно, возможно, его сила растворится как бы в выходе энергии через другие источники, я бы так сказала. Это вероятно еще, еще фатальности такой нет. Ну, речь идет не о ближайшем, ну, опять же, все относительно, что такое ближайшее будущее. Речь идет, ну, может быть, там 6-10 лет. Ну, я так глубоко сейчас не смотрела, я просто сказала на то, что по ближайшему времени я ощущаю будущее меня. Я согласен. Даже то, что сказал сейчас тебе астролог, это завтра может также поменяться, потому что, по каким-то причинам, потому что сейчас мир развивается по-другому, и существуют силы, которые могут что-то менять, независимо от чьих-либо предсказаний. Я понял. Ну, астролог сказал не мне, астролог сказал, в общем-то, так, в пространство, но там были две конкретные даты, и конкретные даты мы, как раз, на эту тему беседовали с астрологом Андреем Бухарином. Две конкретные даты, это были как раз Крисмас, и это, ну, Рождество, и Новый год, то есть 30-31 декабря. Ну, вот есть, так скажем, планетарно есть угроза террористических актов, в каком смысле, потому что идет сочетание планет, и есть такая зловредная, будем так ее называть, планета, северный узел Луны, это Раху, и это ведическая астрология. Ну, и вот в связи с этим астролог делает такой вывод и предсказывает, и этот месяц будет очень и очень серьезным месяцем каких-то событий. Ну, ты говоришь, что по ощущениям, ну, на самом деле, действительно, если что-то будет такое происходить, это откажет судьбоносное влияние не только на Соединенные Штаты, в общем-то, на весь мир, поскольку что-то происходит. Да, сейчас все очень в тонкой взаимосвязи, сейчас, как бы, нельзя вообще, может быть, какие-то такие резкие предсказания делать, я даже тебе скажу почему, потому что, понимаешь, это очень тонкая позиция, и вот честно сказать, там, ребята, завтра будет там-то теракт, и вдруг, не дай бог, он произойдет, по словам предсказателя, того же предсказателя возьмут за жабры и сведут с тем, что он это знал и был в курсе, и, мало того, к нему могут не прислушаться, потом обвинить в том, что он это знал, скрыл и не сказал, я тебе скажу, сейчас никто особо в такие дела не лезет, и мало кто предсказывает, потому что это, ну, это, как бы, небезопасно для самих предсказателей лезть в такие вещи, я так считаю. Ну, да, поэтому, если мы говорим о предсказателях, то это так, а когда мы говорим об астрологах, то астрологи прогнозируют, и, вероятно, события, она может быть больше или может быть меньше, только и всего. Хорошо. Да, но в данном случае можно что-то смягчить, просто астролог константировал факт какой-то, сказав, что вот по звездам выпадает вот такое-то. Если человек фаталистического сознания, то есть любит такие фатальные моменты, вот он так видит, то, соответственно, он и предсказывать будет минусовые моменты больше, чем плюсовые. Вот. Опять же, прямо скажем, в минусовые вариации на тему легче поверят люди, чем в плюсовые. Если всем завтра скажут, что будет все абсолютно хорошо, и все нищие станут богатыми, никто в это не поверит, согласись. Все поверят прежде всего, что, да, опасность трактов, и обязательно в торговых центрах надо быть осторожнее. Я тебе тоже 100% скажу в группе с людьми, вот когда много людей, надо быть очень аккуратно под Новый год, прямо скажем, в торговых центрах, потому что именно там может произойти то, о чем тот же Осровов предупреждал. Мелкие террористические взрывы какие-то, кстати, это, возможно, крупные города какие-то могут быть в вашей стране. Ну, сейчас есть хорошая альтернатива хождения по торговым центрам – интернет. То есть по интернету можно купить все, что хочешь, что, в общем-то, я, в общем-то, и делаю. Я редко хожу по каким-то магазинам, но если надо примерить, тогда да. Хорошо, Лен, мы начали в прошлый раз тему негатива, снятия негатива, и мы остановились на том, что мы говорили-говорили, а вот какие все-таки практики снятия негатива. Мы эту тему не начали, но договорились о том, что мы продолжим ее в следующий раз. Вот какие, ну, опять же, это каждый отвечает за себя, то есть у тебя есть свои практики снятия негатива. Смотрим битву экстрасенсов, там приходят, там вообще кто с чем ритуальные какие-то обряды совершают, у них свои методы снятия негатива. Интересная программа, кстати, была вот, когда, последняя, по-моему. Хорошо, ну, все-таки, да, ну, ладно, мы не будем там трогать битву экстрасенсов. Не будем трогать ее, да, это все шоу, это мы уже знаем. Хорошо, ну вот к тебе обращается человек по какому-то вопросу, ну, и предполагает о том, что вот это какая-то порча, или какой-то сглаз, или какой-то там на него навели, там что-то такое. Ты это определяешь сама, беседуя с этим человеком? Или человек рассказывает, ну, не важно, ты это определяешь. Вот какие у тебя практики конкретно? Ну, во-первых, у меня практика... Прежде всего я просматриваю всегда человека. Я работаю на картах, карты Таро, Ленормана, и практику снятия негатива первично я начинала, и я наработала на картах, то есть я делаю определенные манипуляции, опять же, взаимодействие с человеком у меня происходит ментально, то есть я на нем сосредоточена, и то, что я в нем увидела как минус, соответственно, я это снимаю. Объяснить это на приборном уровне практически нереально, потому что я просто с помощью работы мысли, допустим, или своего влияния, воздействия, я снимаю тот или иной косяк и вывожу человека, опять же, на плюсовую какую-то дорогу. Потом я стала применять выкатку на яйцо. Вот, выкатка на яйцо, это термин такой? Что такое выкатка на яйцо? Да, практика вообще как бы вот древние старушки, ну, не древние, а старые практики, если взять там, как бы сама гадалка или ведунья, да, там, или колдун, ну, кто вот выводил на яйцо, они сами как бы... Что такое выводил на яйцо? Я не понимаю вот этой терминологии. Вывести на яйцо. Что вывести на яйцо? Негатив? Негатив, да, то есть, также выкатка на яйцо негатива. То есть, это... Имеется в виду, ну, это твоя терминология, но наши радиослушатели иногда, скажем, ты понимаешь, о чём ты говоришь, но я не всегда понимаю, а некоторые вообще не понимают. То есть, имеется в виду, у человека есть... Сейчас, извини, я попробую сам это объяснить, а ты подтвердишь, так или нет. То есть, у человека есть негатив, и ты видишь, значит, кто-то там что-то такое. Ты пытаешься вот этот негатив снять его и куда-то перевести, в данном случае, на вот яйцо. Я правильно понимаю? Ну, снимают, когда негатив, да, примерно так. Куда-то надо девать его, да, правильно? Когда негатив, я объясню сейчас, его нужно девать в живой продукт. Пастеризованные яйца, они меньше снимают негатив, чем из-под курицы. Если ещё оно петухом потоптано, это вообще живой продукт, то есть, это, по сути, птенец. То есть, выводят на живой, то есть, отдают в жертву живое, да, то есть, негатив выводится с человека. Это может быть диагностический негатив, медицинский, да, какой-то диагноз. И человек даже может не знать об этом, но в какой-то степени, если выводить стабильно на яйцо с тела, это надо вести по телу яйцо в определённой последовательности. Но при этом сознание человека, который это снимает, должно чётко понимать, что оно делает, потому что как хорошее, так и плохое яйцо может забрать. Это всё зависит от того, кто манипулирует этим, кто это делает. Если не грамотно это сделать, то можно и хорошее на яйцо снять. Но в основе своё яйцо, как оно впитывает в себя негатив, и происходит момент вытягивания из тела, чёрного такого, вот, но потом это выливается в воду, само яйцо разбивается, выливается в воду, и по тому, что на желтке и белке появляется, мы можем смотреть, что происходит у человека, да, что я сняла, по сути, да, на что человеку делали. Бывает, что делают на человеку, на болезнь, да, чтобы у человека онкология была. Вот яйцо в этом случае может показать, либо это будут пятна, либо это будут пузыри такие, не мелкие, вот как обычно поднимаются в воде, а крупные такие, либо это будут пятна на самом желтке. Вот если это связано с внутренними органами малого таза, у мужчин и у женщин, то обычно это показывают белые пятна. А если, прости, пожалуйста, я перебью тебя, а если такое бракованное, что ли, яйцо, что на желтке не бывает ничего? Ты не знаешь, какое яйцо ты взял в магазине, вся проблема-то в этом. Ты берешь яйцо, вот у меня был случай с клиенткой из Германии, она водила сама по телу, то есть я просто по телефону курировала этот процесс, вот, и она разбивала яйцо, у нее была порча от свекрови, там очень такие старые практики, она в Мексику ездила, вот эта тетенька у нее, вот, и вот была ситуация, где эта женщина, я при выводе яйца, ну, негатива на яйцо, значит, я ей говорю, разбивайте воду, значит, она разбила яйцо, было черное абсолютно, вот, ну, по-моему, оно домашнее даже было, может, не домашнее, не помню сейчас, вот, были случаи, когда яйца были у людей, выпадало, что на яйце красное, это, кстати, тоже не очень хорошо, значит, вывелось что-то плохое, плохое может быть разное, у кого-то у меня были случаи, когда диагностика уходила, какой-то диагностический процесс, который уже приходил к заболеванию, там, вот, что-то у человека уже наклевывалось, то есть, яйцо, по сути, оно на себя впитывает негатив человека, который на тонком плане, еще не привязан плотно к органу какому-то, но он выводит, и чем сильнее экстрасенс, который это делает, тем грамотнее это яйцо заберет негатив, вот, еще существуют практики отливка на воске, это тоже продукт пчеловодства, живой продукт, воск забирает абсолютно, и хорошее, и плохое, здесь тоже надо быть аккуратнее, потому что, о чем человек думает в момент отливки на воске, о чем думает экстрасенс или парапсихолог, который это делает, это очень громоздкая практика, потому что обязательно нужно где-то его разогревать, вот, у меня для этого есть печка такая электрическая, вот, и я вообще эту практику сейчас изучаю, хочу сделать трактат о работе с воском, да, как бы такой, потому что там видно, на что человеку сделано, допустим, если у человека, вдруг начался флюс, вот, у меня есть клиент, у которого это недавно было, там была порча на смерть от родственника, и это то ли отец, то ли дядя, в общем, не важно, и я снимала с этого человека негатив, то есть, естественно, на травах человек это снимал, тоже он полоскал рот, это чтобы вышел вот гной весь этот, флюс был сильный, и шло на мозг, то есть шло на то, что человек по сути умрет, естественно, это голова, тут все что угодно может быть, я сейчас беру за практику, не один раз отливку делать, а два раза, и вот я по фотографии, человек мне прислал фотографию своего лица, в этот момент, я отливала, три поворота, это был анфасы, что такое, простите, что отливало, то есть, ты берешь какой-то, фиберсмон, воск, и в разогретом состоянии, я провожу определенные манипуляции над портретом человека, или над человеком, или около человека, да, если это клиент в офисе, и, соответственно, потом я выливаю эту воду, и по слепку с воска можно сделать вывод, примерно даже могу показать, как это выглядит, то есть, это вот подобная отливка, вот она может показывать, что у человека происходит, то есть, ну, за сеанс обычно сейчас, вот я стала делать по две отливки, то есть, с одной же отливки ты делаешь вторую потом, потому что уже потом видно, насколько произошли улучшения, то есть, первая отливка может показывать, допустим, вот у этого клиента, про которого я говорила, у него вышла позиция губы, как бы и над верхней губой, черная точка вышла, хотя, кстати, воск, он идеально был чистый, но вот, видимо, вот эта черная точка показала, что именно в районе верхней губы у человека, вот этот зуб воспален был, первый, передний, да, вот, потом я эту же отливку перелила, и эта отливка, вот она у меня еще не, я ее не сфотографировала, она у меня лежит в офисе, она уже показала другой пробой, откуда все идет, там уже пошло по сердечной чакре, то есть, это могут быть личные отношения, это могут быть, опять же, родовые отношения, да, то есть, я сняла негатив, сердечно-сосудистая система человека, потому что, вот этот флюс, он мог дать осложнение на сердечно-сосудистую систему, понимаешь, да, то есть, на самом деле, воск забирает в себя, и показывает по формам, на что могло пойти, то есть, там вот на той отливке второй было вот состояние, как вот на мозг шло это, на первой точнее, на второй там вот уже более другие параметры, вот, то есть, на самом деле, эта практика очень интересна, я для профилактики всегда сама себя, вот сейчас я в офис пришла, у меня был вчера день рождения, естественно, около моего офиса кто-то походил, мне что-то пожелали, А почему естественно простить? Ну, потому что, у меня есть доброжелатели, понимаешь, соответствующие, это только, я просто почувствовала, у меня даже сегодня клиентка была, она говорит, тоже почувствовала, тут прям состояние не очень было в офисе хорошее, я не была три дня в офисе, и соответствую, что я еще, ну, в другом офисе работаю. Понятно, Лена, с днем рождения. Спасибо большое. Чтобы никаких негативов больше не было. Ну вот, и я к чему говорю, я вот поставила разогреваться воск, опять же, он, когда разогревается, он уже на себя берет негатив, то есть, задачу ставишь, чего-то снимаешь, и вот я сейчас сделала отливку первую, да, вот попозже, если удастся, я уже вторую с этой же отливки сделаю, посмотрю, что там изменилось, то есть, на самом деле, атмосфера становится мягче, лучше, и восстанавливается работоспособность в этом месте, если, допустим, на помещении кто-то делает. Ну, я тебе скажу свои ощущения, я сегодня ехала к офису и думала, что я там найду точно какой-нибудь венок погребальный на ручке двери, вот реально было ощущение, слава богу, что ничего не нашла, но около двери было очень холодное, плохое ощущение, причем вчера звонила женщина, которая стала требовать, чтобы я вдруг приехала, я говорю, подождите, вы, конечно, извините, у меня день рождения, я не могу приехать. Ну, в общем, понимаешь, вот люди бывают разные, странные, кто чего около офиса оставляет, по сути, это не очень приятно, но просто я обычно, когда снимаю негатив, опять же повторюсь, кстати, я снимаю всегда на тех, от кого он идет, то есть, помимо воска и отливки, существует закон бумеранга, он существует у всех, даже если не снимать негатив, в итоге через несколько реинкарнаций все равно чьего-то врага настигнет что-то, но когда люди это неосознанно делают, то в итоге все не понимают, от чего все произошло, особенно если кто-то кому-то мстит и прочее, происходят очень кармические завязки, и это уже многовековое бывает, и неизвестно, кто за что отвечает в итоге-то. Подтвердить это, опять же, нельзя приборами, мы не можем это отследить как-то, научно, так сказать, подтвердить, что это может быть. И здесь уже включается интуиция, поэтому я когда просматриваю человека, я автоматически бывает, особенно если это тусовка какая-то, там приходится быстро все это делать, даже без карты, я автоматически работаю с человеком в разговоре, и снимаю просто с него негатив. Почему я, кстати, стараюсь работать только на сеансах, и мало сейчас общаюсь вот так на тусовках, потому что это очень цепляет, особенно рукопожатие там или что-то, знаешь, вот это просмотр рук, там вот это тоже я всегда старалась исключить, потому что идет какая-то связь, и ты автоматически, я начинаю работать. И я обычно снимаю на тех, кто это делает, соответственно, почему? Потому что я просто убыстряю тот возвратный, тот закон бумеранга, который должен был быть. То есть если кто-то против кого-то настроен и чего-то делает, то автоматически я отодвигаю этот негатив с клиента на того, кто делает. И в итоге мы узнаем, кто это делает, потому что я стараюсь делать безадресно. Почему? Потому что все-таки я не Господь Бог, да? Там уже боги разберутся, кому что поднавесить. Но тут же опять важна реакция самого человека, с которого негатив сняли. Потому что бывает, что люди начинают радоваться проблемам у тех, кто им что-то когда-то сделал, людям это возвращается плохим. И человек, с которого сняли негатив, вдруг начинает радоваться. Вот здесь нужно абсолютно ровное состояние. Для чего? Чтобы развязаться кармически. То есть для того, чтобы это уже перестало работать дальше в карме клиента, допустим. И чтобы он с этими людьми уже развязался. То есть тут должно быть ровное состояние. Кстати, в этом состоянии, опять же, помогает серебристая энергия, которую я даю как медитация. Человек выравнивает свое состояние эмоциональное. И через сердце у него все-таки автоматически уже это меньше проходит. То есть меньше происходит завязок. Вот. Ну, опять же, это процесс. Это люди с обычным мышлением. Очень трудно вообще. Иногда, да, на сеансе человек вроде все делает. А уже дома не все могут. Я даю эти наработки, чтобы человек и дома что-то делал. Как домашнее задание такое. Потому что я считаю, что человек вправе иметь возможность себя защищать тем, что я ему дала. Понимаешь? Вот. Поэтому снятие негатива. Такая объемная практика. Существуют, кстати, оккультные практики. Но я этим не занимаюсь. Хотя я знаю, что как бы это тоже работает. Да. Но по большей мере есть черные практики, есть белые. Опять же, тут слишком нужно очень много вот в этом знать. Я работаю только в том ключе, в котором я себя наработала. Я не лезу в те дебри, которые мне будут мешать делать то, что я уже наработала. То есть я просто стараюсь не брать лишней информации. Понимаешь? Опять же, я никому никогда ничего не делаю. Допустим, как вот бывает, что люди там начинают вот там, она кому-то делает там и так далее. Никому абсолютно. Единственное, что я делаю, это я снимаю негатив себя из своих близких или из своих клиентов. А уже там это все возвращается тому, кто что-то сделал. Я просто об этом узнаю или мой клиент, или клиентка. И просто грамотная реакция развязывает взаимоотношения. Вот. Сложнее с теми, кто, как это называется, тут даже слово не подбежит, зафигачился, да. То есть человек конкретно вот хочет занять чье-то место. Знаешь, вот такое бывает. Вот здесь сложнее, здесь надо отводить это, этого человека, потому что такие люди, они сжирают судьбу того, на кого они нацелились. Это бывают, кстати, фанаты каких-то артистов. Это бывают двойники, кто копирует известных людей. Это бывают просто соседи, подруги, друзья. Это бывают люди, с которыми человек вырос, допустим, и он был более успешен, и ему завидуют. То есть оппонент хочет стать этим человеком, и все, и начинается какая-то война. Вот такая странная. Бывает еще один момент, если взять, вернуться к логике, что есть люди донора, есть вампиры, да, люди, которые просто принципиально делают плохое. Вот есть такое. И, к сожалению, эти люди настроены на подпитку только плохого, они забирают хорошее, людям скидывают свое плохое, за счет этого они живут. И вот эти люди достаточно опасны в общении. От них я тоже вот объясняю, как лучше абстрагироваться, чтобы такие люди не цепляли. Лен, ну я знаю о том, что ты можешь смотреть на тонком плане людей, даже по ассоциациям или по какому-то событию. Я хочу тебе описать одно событие и задать вопрос. Ситуация была такова. Это было несколько лет тому назад. В офисе, у нас в офисе, в Сангейтсе был один человек, достаточно известный человек, который тоже обладает серьезными экстрасенсорными способностями. И он проводил консультацию. И к нему на консультацию пришла женщина с фотографиями. И она показала фотографии мужа и дочери. Я уже собирался уезжать, я его привез в офис и собирался уезжать. «Слышь, он меня зовет, Майк, иди сюда, я тебе что-то должен, причем срочно сказать. Я к нему подхожу, он говорит, показывает фотографию, вот у него, на нем лежит печать смерти. Это был муж этой женщины. И надо его срочно спасать. От меня полностью все, мы должны ехать его спасать». Ну, то есть, ну, я смотрю, для меня обычная там фотография, ну, люди видят. Я говорю, ну, от меня-то уже как бы поздно, потому что все объявлено. Ну, давай после как-то, уже не решай там несколько часов. Хотя это было утро. Короче говоря, после всех занятий, которые у нас прошли, мы поехали туда. И вот, когда мы приехали, там достаточно большой дом. и там встретила нас жена, его еще не было, с дочерью, дочь студентка. И она рассказывает такую ситуацию о том, что, ну, вот что-то произошло. Короче говоря, он почувствовал себя как-то в один момент неважно. Хотя он занимался массажем, он сам еще и архитектор, ко всем прочим. И здоровый мужик там, вот, не знаю, моя одна рука, две ноги вместе, наверное, это его одна рука. Здоровый, ростом под два метра, в общем, машина такая. И стал вот худеть, стала болеть голова, давление. И вот все вот это стало происходить. И вот мой приятель, экстрасенс, он говорит, ну, тут нету сомнений, значит, на него наведена порча. И давай пошли по дому, значит, пошли по дому, пошли в сад. Там большой сад перед домом. И он говорит, ну, вот эти цветы из могилы, их надо выкарчировать и сжечь вместе с землей. Нашел там какие-то там булки, просканировал эти булки, освященные там из церкви привезли и принесли, и им дали подруга. И он говорит, ну, вот эта подруга, наверное, и была. Ну, вот такая была ситуация. Как ты считаешь, была ли это порча, или это была все-таки болезнь у человека? Ну, вообще-то, я думаю, что это была порча, потому что болезнь, она уже на основе порчи может дальше фигурировать в человеческом теле. То есть, сначала человека портят, то есть, делают порчу ему там насмерть, или через болезнь, или просто насмерть, смотря какой случай хотят добиться чего. Для этого, кстати, действительно могут брать с могилы землю или цветы. Но, кстати, этим не могут завязывать с душой умершего человека, с чьей могилы они взяли. Это темные уже практики такие. И, соответственно, здесь равно элемент порчи присутствовал на самой семье, кстати. Я даже думаю, что это связано с женщиной, и, скорее всего, она очень завидовала благополучию вот этой женщины, которая к вам приходила. Ну, именно так и предположил вот наш товарищ экстрасенс. Он сказал, что она хотела его, типа, приворожить, потому что, ну, действительно, такое и благополучие, и жена там красивая, и все, полная чаша, а она сама, ну, как бы, неудачница. Ну, и вот, вроде бы так, каким образом это все происходило. Да. Ну, вот такая ситуация. была. Хорошо. Наверное, последний вопрос, передачем мы закончим. Я знаю о том, что ты еще, ко всему прочему, гадаешь на кофе, да, на кофейной гуще. Ну, кофейная гуще, это как, знаете, это как поговорка, это как такое, ну, вот это, ничего не знаешь, вот это, как гадать на кофейной, присказка такая, как бы. А оказывается, есть люди, действительно, вот если мы читаем, в это вообще никто, ну, если в астрологию там не верят, мало кто верит, то тогда гадание на кофейной гуще, ну, тем более еще. Так вот, что такое для тебя гадание на кофейной гуще, и как, это надо что, сварить кофе специально, чтобы погадать, или надо какое-то задание дать такое? Нет, вообще, как бы, я так вот специально не гадаю на кофейной гуще, потому что это нужно разогревать, это делать надо кофе, ну, да, его можно в таких условиях заварить даже чайником, пожалуйста, это не страшно, но я придержусь правила, не поить гостей кофе в своем офисе, во-первых, я не знаю, можно ли человек кофе или нет, а человек выпьет кофе, зачем мне это нужно, во-вторых, это громоздко, чашки надо идти мыть, куда-то с ним бегать, мне это все неудобно, я это делаю только в свободном творческом полете, где, когда тусовка происходит, в каких-то кофейнях, где, допустим, вечера какие-то, и я просто гадаю, вот как вот мне творческий порыв такой, либо это дома делаю, либо у кого-то в гостях, либо куда-то на тусовки мы едем, там варится кофе, ну, где можно сварить его там, или заварить нормально так, и, соответственно, на этом я гадаю, я вообще могу гадать на чем угодно, у меня спички упадут, и я уже могу что-то предсказать по ним, вот, поэтому, нужно, конечно, сварить кофе, либо его заварить в чашку, заварной такой тоже вот, который в зернах был кофе, такой нужен, и потом человек выпивает в определенном состоянии своего вопроса, это дело перекручивается в чашке, ну, так, чтобы жидкость полностью почти ушла, и человек переворачивает чашку, и из того, что на чашке потом остается как осадок, как вот он вылился, кстати, так же, как и по воску, можно смотреть, что будет у человека, то есть там есть определенные моменты, что есть настоящий момент, что есть будущее, и здесь можно, да, предсказать, что будет, но обычно кофейные гадания, они на три месяца максимум, я вот сколько гадала, то есть на длительный промежуток времени это гадание не действует, то есть это чисто вот, с чем человек пришел, то у него и вылилось в чашки, в чем, кстати, тоже минус, потому что бывает, что человек пришел с плохим, и это у него вылилось в чашки, а если парапсихолог не снял, то в итоге получается, человек получает плохое предсказание, вот, я-то всегда смягчаю, когда я гадаю, я всегда заранее мониторю ситуацию, я снимаю негатив все-таки в разговоре, да, и потом уже только человек пьет, потому что, иначе бывает, то есть чем люди приходят, иногда можно с этим и в ритуальные услуги сразу пойти, понимаешь, потому что смысл кофе пить, когда и так все понятно, вот, поэтому в этом случае гадание на кофе для меня чисто творческая какая-то инициатива, единственное, я сейчас продумываю одну методику без самого кофе, как это сделать, но также будет эта система гадания на кофе, но я потом поделюсь с тобой, когда создам эту систему, потому что пока я зависла в процессе творческом, как это все обосновать и сделать, соответственно, чтобы это было именно так прикольно. А что, гадание на кофе, гадание на картах, Таро, Ленорман, как ты определяешь, какой инструмент надо использовать, то ли Таро, то ли карты, Ленорман, то ли... Зависит от человека, от ситуации, в основе своей на картах Таро, я смотрю ситуации и уже снимаю негатив, то есть это как бы у меня колода есть для этого специальная, вот даже могу показать, золотое Таро, то есть вот, вот эти карты, я их купила, это третья, наверное, колода, у меня дома такая и тут, вот эти карты, я с ними работаю по съему негатива, это только для этого у меня колода, вот эта колода у меня, она расклады дает на будущее, но я с нее, по сути, и начинала, раньше я на ней же и снимала, но я могу на любой колоде снимать негатив, даже на простых картах, когда я гадаю, Ленорман, это, вот Ленорман карта, да, вот, сама пачка, такая интересная, они бывают разных модификаций, мне очень нравится и дизайн этих карт, вот на них я просматриваю, прежде всего, каких-то людей конкретных, прям вот когда человеку интересно, что там у этого человека, у этого я смотрю уже на Ленорман, бывает, что на Ленорман я и вперед могу разложить, то есть смотри, какая ситуация, у меня бывают такие звонки, там, допустим, или разговоры с человеком, мне надо быстро что-то посмотреть, и я смотрю это, и нужно что-то быстро человеку сказать, у меня такие бывают моменты, когда я не снимаю даже негатив сильно, ну, обычно это бывает с клиентами, кто уже у меня ходил, с кого уже почищен негатив, и я могу позволить себе какие-то такие форс-мажорные выпады, плюсовые, там, не сильно влезая, снимать что-то, понимаешь, да, то есть, потому что я с ними уже работала, я их уже знаю, допустим, бывает, что я, когда сильно допечет кто-то, или бывает там в тусовках, сам знаешь, как к психологам иногда относятся, меня бывает несет, и, соответственно, я одно время даже могла делать хорошие или плохие предсказания, если человек мне поперек наступал, то все, что у него там было плохое, я ему все вперед и выбрасывала, но после этого, кстати, больше уважения, когда гадость какую-нибудь предскажешь, почему-то, когда вот ты возишься, там, вытаскиваешь, там, понимаешь, люди считают, вот как-то это, а когда гадость предскажешься, у человека эта гадость сбылась, сразу человек понял, все, все нормально, почему-то некоторые только плохое понимают, понимаешь, такой какой-то парадокс у людей. Ну, Лен, сегодня ты рассказала какие-то совершенно вещи невероятные, я бы так сказал, поэтому, ну, кто желает, дорогие друзья, наши радиослушатели, уважаемые, если вы хотите обратиться к парапсихологу, ясновидящей гадалке, Елене Порецкой, пожалуйста, гадалка имеется в виду в хорошем смысле, видите, плохое она не предсказывает, даже если это видят, потому что в этом есть причина, даже ведические астрологи, они это знали, если они даже видят это и предсказывают о том, что они видят, но вероятность всегда есть, даже 99% вероятности, это все равно не 100, 100% гарантию дают, мы знаем кто, и что, поэтому вот эти ведические астрологи, они этого очень и очень боялись, и им практически, их учителями запрещалось говорить плохое, почему? Потому что, если человек предсказывает что-то плохое, даже если это действительно так, но ошибается астролог, тогда в следующей жизни он может родиться слепым, вот, это не поверье, это факт, ну, для этого надо в таких вещах разбираться, к сожалению, ну, или к счастью, во всяком случае, те люди, которым действительно было как-то не это самое, не очень хорошо, у них была ситуация, они не знали этого, Лен, хорошо, большое спасибо за интересную программу, у нас будет, буквально через пару часов, у нас будет еще одна программа, Таро-Мост называется, вот, поэтому эта программа тоже будет записана, выложена в YouTube, с ней можно будет ознакомиться, хорошо, всего доброго, спасибо, еще раз с днем рождения, всех благ, света, мира, любви, ну, здоровья, конечно, я знаю, да, что практики, профессионалы, они всем помогают, а вот себе, к сожалению, ну, вот, не всегда могут помочь, себя тоже надо снимать, поэтому, если нас слушают такие же специалисты, ну, обращайтесь, мы будем друг другу помогать, да? Ну, я работаю с коллегами, иногда работаем, мы как бы обмениваемся обычно, между коллегами нет финансового обмена, у нас идет обмен обычно, помочь друг другу. Понятно, это очень интересная, это очень интересная, во-первых, мысль, система, я полагаю, мы все-таки когда-нибудь сделаем такую программу, где придут вот ваши коллеги, и мы пообщаемся все вместе и поговорим на эти темы. Хорошо? Всего хороших выходных, всего доброго, дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова